Столбняк, ботулизм, газовая гангрена и острый дисбактериоз. Вот неполный список заболеваний, которые могут спровоцировать неутилизированные отходы. Раньше мусор вывозили на открытую свалку в Пехтулино. Теперь ее закрыли. Но появились так называемые стихийные свалки, которые возникают по вине недобросовестных жильцов и управляющих компаний. И в прямом смысле слова отравляют жизнь чебоксарцам. Хотя еще в конце прошлого года в Чебоксарах появился мусороперерабатывающий завод. Почему так происходит, выясняли столичные власти и наши корреспонденты. Стойкий запах гнили, горы мусора и копошащиеся в отходах вороны. Все это осталось в прошлом. Новый полигон твердоподовых отходов существенно отличается от своего предшественника. Новая техника позволяет из шести контейнеров получить один куб. Старая техника, грубо говоря, из трех контейнеров получает один куб. За счет внедрения новых технологий и современной техники управляющим компаниям есть возможность снизить затраты на вывоз и утилизацию мусора. Поэтому мы хотели всем руководителям показать, что одно дело шуметь, одно дело критиковать, а другое дело внедрять новые современные технологии. Еще одним достижением мусороперерабатывающей сферы стали новые мусоровозы, которые не только перевозят отходы, но и перерабатывают их на месте. На наших глазах чудо техника поглотило целый диван. Превосходство новых технологий очевидно. Однако еще остаются управляющие организации, готовые губить экологию ради сомнительной выгоды. Мы наблюдаем здесь снижение объема мусора. Есть практика, что некоторые управляющие компании начинают увозить их в районы, договариваются с районными администрациями. Ну и возможно, что вываливают это в обраге. Вот сейчас зима, толком-то и не видно. Может быть ночью, может быть в выходные дни производят эти вещи. Мы с этим боремся. Если управляющие компании решили как-то сэкономить на вывозе, то эта экономия весьма сомнительна. Ведь штрафы за нелегитимные свалки доходят до сотен тысяч рублей. Сберечь экологию и свой кошелек поможет сотрудничество с муниципальными службами, которые гарантированно довезут переработанный мусор до полигона. Петрульевский свал, который больше 60 лет, все-таки закрыли. Город ведь развивается. И он на самом деле один из самых лучших городов. Экология становится лучше на самом деле. И пускай даже 10 детей будут меньше болеть из-за того, что это все заработало, я думаю, уже достигнут результат. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.